По статистике, 80% родителей уверены, что знают, какие сайты посещает их ребенок. 30% детей считают, что старшие не осведомлены об их поисковых запросах. Как обезопасить несовершеннолетних от скрытой угрозы доступного интернета, обсуждали на городском родительском собрании. Это и вопросы, связанные с персональными данными, это и вопросы знакомств с неизвестными людьми для детей. Ведь, в принципе, каждый родитель должен знать, с кем дружит его ребенок, кому он ходит в гости, как он общается с ними. Так вот, общение в сети интернет, оно имеет свои особенности. И родители должны знать о том, какие опасности могут подстерегать ребенка. Списки сайтов, не предназначенных для детских глаз, можно найти на порталах государственных служб и в Центре безопасности Microsoft. Вредоносные сайты также выявляют антивирусы. Детям не следует посещать ресурсы экстремистской направленности, порно-сайты несовершеннолетних следует оградить от информации о наркотиках и психотропных веществах, запретить играть в платные игры и общаться через сайты знакомств. Самый простой и самый эффективный способ здесь – это родительский контроль, который позволяет родителям очень просто внести URL-адрес сайта в черный или в белый список. Если он в черном списке, то ребенок уже не сможет на этом сайте находиться, ему будет отказан доступ к сайте. Ну а белый список, конечно же, означает, что доступ будет открыт. Родители должны быть бдительны, внимательно следить, сколько времени ребенок проводит в интернете и что он там делает. Разъясняешь, какие блага можно получить от интернета для ребенка и что в связи с тем для ребенка несет интернет. Какие, скажем так, опасности, угрозы, связанные с финансованием, связанные с посещением всяких сайтов запрещенных. Родители в ходе обсуждения пришли к выводу, что без бесед, даже установив фильтры, не обойтись. Ведь интернет доступен детям не только дома. И тут для каждой семьи свои методы, убеждения, уговоры или запреты.